У Марии Панариной прямо на ЕНТ украли телефоны. Выпускница сдала гаджеты членам комиссии, а когда экзамен закончился, не нашла ни устройств, ни тех, кто их изымал. Прошло уже пять месяцев, в полиции телефоны так и не нашли. Сегодня девушка пришла на встречу начальника департамента полиции с населением, чтобы лично спросить его, где ее смартфоны. Мария Панарина осталась без двух дорогих телефонов сразу после сдачи ЕНТ 24 июня. При входе на экзамен выпускница сдала телефоны членам комиссии. Те запечатали их в конверт, подписали, а уже при выходе через два часа девушка не нашла ни представителей комиссии, ни телефонов. О пропаже общей стоимости 205 тысяч тенге в полицию она сообщила на следующий день, так как в первый день пыталась самостоятельно найти их. Может перепутали, может и потеряли, потому что после сдачи ЕНТ телефон отнесли в Горону, потому что когда рядом с Горону, телефон отнесли туда. После этого я свои телефоны не видела. Начальник департамента полиции области Атыгай Арстанов пожурил своих подчиненных за то, что те тянут с расследованием дела. Главный полицейский не мог понять, почему до сих пор не установлены люди, которые были в тот день в составе комиссии. В управлении образования сообщили, что обнаруженные у абитурентов запрещенные предметы сразу же изымаются. Это шпаргалки, методические книги, гаджеты. Эти предметы члены госкомиссии обычно отдают учителям школьников. Либо абитуренты могут передать их родственникам. Или, как в случае с Марией Панариной, комиссия оставила вещи при себе. Чиновники говорят, что в правилах проведения тестирования нет пункта сохранности личных предметов. Данный абитурент должен был дать знакомому или представителю школы телефон. Вообще по правилу не должны приносить. Начальник полиции области Атыгай Арстанов обещал Марии Панариной, что пропажу найдут за пять дней. Однако раскрываемость по кражам гаджетов составляет всего 35%. Но Мария не теряет надежды, что телефоны найдутся. Будьте в курсе всех событий в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте включить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самого важного.